Доброго времени суток YouTube. Это видео посвящено нашим уважаемым контрагентам, потенциальным контрагентам. И много-много разговариваю с руководителями предприятий в силу обстоятельств, в силу непосредственной деятельности лаборатории. И неоднократно встречаюсь с такой мыслью. Я возможно сейчас буду выражаться несколько грубо, прямолинейно. Но вот что слышу в телефоне, то и озвучиваю. Значит некоторые руководители мне говорят, ребята, то чем вы занимаетесь, это очередная выкачка денег. Ростехнадзор требует и вы оказываете эту услугу. Это формальная точка зрения. В предыдущих видео я уже об этом говорил. Да, человек со своей позиции, с точки зрения руководителя предприятия абсолютно прав. Его ставят в определенные рамки. Ростехнадзор требует не только Ростехнадзор, другие контролирующие организации. От А до Я, как говорится, не буду их перечислять, их очень много. И вот тут еще, значит, одна выкачка денег очередная, значит, психофизиологические обследования. Ростехнадзор со своим административным регламентом 721 по пункту 35.6.4 требует наряду с медицинскими освидетельствами проведению работников психофизиологических обследований. И некоторые недальновидные работники, руководители предприятий говорят об этом, как о некой выкачке денег. Лаборатория выступает, как некий инструмент выкачки денег. Позор. Это очень такой узкий формализованный подход. Для чего делается психофизиологическое обследование? С одной стороны, совершенно верно, для получения разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области потенциально опасных технологий. А с другой стороны, мы занимаемся людьми. И вот руководитель, который не понимает этого момента, который думает только с формальной, формализованной точки зрения, он абсолютно прав. Осуждать этого человека, конечно, нельзя. Но понимать то, что эти обследования приводят к тому, что можно четко дифференцировать и понять, кто работник, что он из себя представляет, насколько он надежен и так далее, это нужно и важно делать для любого руководителя. Если руководитель этого не понимает, то в этом случае вряд ли его можно назвать полноценным и грамотным руководителем. Социальная ответственность, прежде всего, перед своими подчиненными, своими работниками, которые задействованы в потенциально опасном производстве и на каких-то опасных участках, она должна присутствовать всегда. Время другое. При коммунистах это было, да? Заботились о людях. Сейчас о людях никто не думает. Не хочешь работать? Увольняйся, уходи за забор, другого возьмем. Болеешь, не болеешь, проблемы у тебя, душа не на месте или еще что-то, еще что-то у человека случилось. Кого-то он потерял, проблема утрат. Кто-то у него болеет или же он сам болеет, чем-то страдает. Сейчас работодателя, к сожалению, редко-редко этот факт волнует по отношению к своему работнику. Это наша действительность, это факт нашей жизни. Но говорить о том, что с позиции формальной, ни в коем случае, конечно, нельзя. Отопратите внимание, мы по результатам ПФО, помимо того, что оформляем справку для Ростехнадзора, выделяем группу риска, лиц опасных профессий и говорим о том, что у человека существуют проблемы. Не знать этого руководителю нельзя. Формально подходить, а, все, отработанный материал, увольняем, сокращаем, выводим за контур предприятия. Это преступно, так относиться к людям нельзя. Я понимаю, что здесь элемент эмоциональный присутствует, который не оформишь в документе и печать на него не поставишь. Но, тем не менее, это определяющим является. И хочу подчеркнуть позицию лаборатории психологического обеспечения. Мы исходим из этого основного принципа. Человеческий фактор определяет в нашей жизни буквально все. Это наша неизменная точка зрения. Если же, да, мы оформляем справки, мы даем или не даем разрешение, оформляем справку о ПФО и говорим, что у человека есть какие-то проблемы или же не говорим такого. Да, мы работаем с формальной точки зрения, как и все в этой стране, в России работают с формальной точки зрения. Но в то же время исходим мы совершенно из других принципов. 14 лет из них исходили и еще 14 лет будем из этих принципов исходить. Для нас важнее всего это человек, это работник. Справка первично в плане финансовом каком-то, поддержание лаборатории, работы ее, обеспечение сотрудников зарплатой, помещением и так далее, и так далее. Да, мы зарабатываем деньги. Но исходим изначально, базис, основа нашей работы, она конечно зиждется вот на принципах человеколюбия и вот стремление оказать услугу и именно помощь. Людям, которые принимают решения, руководителям предприятия, в том, чтобы они могли более четко понимать, с кем они работают, какие проблемы испытывают их работники, как им можно помочь, как можно еще о них позаботиться и так далее, и так далее, и так далее. Вот это наш неизменный принцип. Может быть кто-то из руководителей, посмотрев это видео, не будет мне говорить очередной способ выкачивания денег из предприятия. Нет, это не очередной способ выкачивания денег с позиции лаборатории психологического обеспечения. И с позиции Ростехнадзора это тоже нет. Это не выкачивание денег, это нормальная планомерная работа по обеспечению безопасности деятельности человека на потенциально опасном участке производства. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел сказать. Благодарю вас за внимание и на этом все. Удачи вам!